Первый медицинский автопоезд отправился в отдаленные поселения Хабаровского края. В отличие от теплохода, здоровья, автопоезд не зависит от сезона. Работать может круглый год. Кроме того, этот медицинский состав оснащен более современным оборудованием. Проект был реализован по поручению краевых властей. Район имени Лозо, первый в маршруте. Репортаж Ирины Забродиной. Медицинский автопоезд – это колонна из четырех специализированных автомобилей. Курсировать будут по отдаленным районам края в течение года. В передвижной бригаде помимо терапевта и педиатра – невролог, офтальмолог, стоматолог и другие узкие специалисты. Пациент раздевается и заходит в кабину. И происходит флюорографический снимочек легкие. В КАМАЗах все оборудование плотно закреплено, чтобы не пострадало в дороге. Техника новая, предварительно опробована медиками. По сравнению с нашим, которое было старое, это вообще очень идеальный комплекс флюорографический. Очень рады, что мы можем работать на такой технике. Флюорограф, аппарат УЗИ и КГ рассчитаны на ежедневный прием до 50 человек. Момограф – до 15. Тот же лаборатория для забора крови и получения результатов. Стоматологический кабинет готов принимать одновременно двух пациентов. Это стоматологическая установка, оснащена турбинным механическим наконечником. Все, что нужно для приема стоматологического. Здесь есть стерилизатор, стоматологический столик. Также на борту автопоезда везут и вакцину от COVID-19. Прививать будут всех желающих. Юрий Аковлевич, а сколько мы везем с собой вакцин от коронавируса? У нас сейчас на первые сутки 40 доз вакцин, однодозных гамм-ковид-вак. В резерве еще более 2000. Пока у нас Европа вся закрылась, а Борис Джонсон мучает собственный народ. Про Украину мы вообще не говорим. Там нет ни вакцин, ничего. Мы едем в район имени Лозо с вакциной. В составе врачебной бригады специалисты Краевого медицинского центра «Вивея» и сотрудники больницы района имени Лозо. Он первый в маршруте автопоезда. В перспективе запустить еще два таких состава. Этот поезд будет функционировать в дальнейшем до конца года. Мы будем утверждать согласовывать план перемещения с учетом климатических условий. Мы планируем оказать им и диагностическую помощь, и профилактическую помощь, чтобы, в том числе и специализировано, чтобы решить дальнейшую их тактику лечения, необходимость госпитализации или наблюдения. Пациентов условно будут разделять на три группы. Практически здоровые, те, у кого выявили заболевание и сразу назначили лечение, и третья группа с более серьезными патологиями. Они получат направление в Хабаровск. В районе имени Лозо комплексно обследоваться смогут жители 19 населенных пунктов. Ирина Забродина, Константин Пестерев, телеканал «Губерния».